Агриппы 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 хирургической операции. Это у нас долгая цепочка, долгая цепочка ассоциаций, помните, что есть реально, есть аналогии ассоциаций. Принять сердце своего Христа, это значит идет от ассоциации, Иисус стучит в дверь твоего сердца. Вы скажете, Иисус стучит в дверь сердца, это из Библии взято или нет? Кладегистый церковь стучит. Стоять дверь и стучит. У какой двери? У двери сердца? Нет, там он стоит. Да, но у двери чего он стоит? Нет, в своем конкретном. У двери, да. Стоять дверь. Вот стоит у двери церкви, Иисус в церковь стучит. Его в церковь не пускают. Им там так хорошо, удобно без него, у нас программы, мероприятия. Если он говорит, вот стою у двери вашей церкви и стучу, если вы меня внутрь пустите, то я с вами буду вечерить, а нет, ну тогда пожалуйста сами, он же Бог ревнитель, он сам насильно не будет это делать. Вот. Иисус стучит в двери церкви. Если мы знаем этот контекст, то аналогия со стуком в дверь сердца нам уже более-менее понятна. Но вопрос в том, что мы берем аналогию от аналогии и применяем его к человеку, который не знаком с контекстом даже. И потом удивляемся, почему он удивился. Знаете, такой интересный момент рассказывали мне миссионеры в одной африканской стране. Вот, приехали и люди оказались довольно открыты к Евангелию. Они, значит, рассказывали, те с большим удовольствием, интересом слушали. Ну и те подумали, ну все, люди уже подготовлены, нужно провести хорошее такое евангельское мероприятие. Благовестничество, чтобы уже призывать какого-нибудь известного, значит, благовестника, который пришел бы, значит, толканул проповедь, они все тут же в прахе покаялись, и можно эту страну уже считать помощью христианской. Ну вот, позвали известного проповедника, он прекрасную проповедь рассказал, миссионеры все аж прослезились, слушая эту проповедь, а люди разошлись, развернулись и ушли. И больше не приходили. И они начали объяснять, что в чем же дело, что же не так. А оказывается, что проблема в том, что у него вот эта ключевая фраза была «Иисус стучит в двери твоего сердца». А в этой культуре в двери стучат только, значит, грабители, когда пришли, значит, грабить, они, значит, начинают колотить в дверь. Вот. А когда приходит друг, он, значит, под окном становится и зовет по имени, значит, того, к кому он пришел. Вот. И скажите, разве в Библии нельзя было найти хорошую аналогию для этого ситуации, что Иисус зовет всех по имени? Он всех по имени знает, он каждого зовет. Понимаете? Что то аналогия, что это аналогия, что того нет в Библии, что этого нет в Библии, в этом конкретном контексте. Но это, понимаете, одна аналогия вот в культуре, где принято в дверь стучать, является библейской. Мы ее переносим на почву другой культуры, и там она уже не библейская. Вот. И поэтому мы должны быть очень осторожны с аналогиями, очень осторожны с тем, что мы должны очень четко понимать, это из Библии, это не из Библии. Потому что мы даже не замечаем, как много идей мы, значит, используем, которые не из Библии. Которые, допустим, там, 1700 лет назад договорились, решили больше не трогать. И мы так и продолжаем проповедовать, допустим, те же самые тринитарные споры. Но у нас любой человек, который догматическое другословие знает, он, значит, в зависимости от того, к какому направлению он относится, он вам скажет, Дух Святой отходит от Отца, или от Отца. То есть эти звучали так, эти звучали иначе. Вот. Но все дружно скажут, что Дух Святой, значит, что Отец и Сын Единосущные. Что есть постановление. Вот, записано. Спроси их, а Отец и Дух, или Сын Единосущные. Или Сын Единосущные. По этому поводу постановления нет. В Библии нет ни того, ни другого. То есть это некий вопрос, догмата – это сухой остаток. Когда вы пытали, сидели над этими вопросами, думали, принимали решение, решение принято. Но есть вопросы, на которые мы просто не думали. Вот. Благо в нашем языке этого нет, а на Западе есть четкое выражение. Мы должны спасти его бессмертную душу. Вы в Библии хоть раз встретили слово бессмертная душа? Нет его в Библии. Это Эллинское, это Аристотельское учение, Платоновское учение. Что души, они бессмертные, то есть они безначальные. Они вечные. Тогда получается, что души существовали еще до рождения человека. Вот. Тогда уже там целое направление борьбы с абортами не потому, что аборт – это убийство, а потому, что аборт ставят в трудное положение Бога, у него остаются лишние души, он не знает, куда их идти. Вот. Так пусть и себя оставляют, наша мечта к нему попасть. Тут наоборот. То есть тут куча путаниц начинается. Писание, как я говорю, Бог – единственный обладающий бессмертием. Почему мы не можем спастись сами? Потому что у нас не было бессмертия. Потому что бессмертие обладает только Бог. И только в нем мы можем его получить. Оно не является неотъемлемой свойствой наше. Вот. Но об этом тоже, значит, это отдельный разговор. Значит, мы просто сами не знаем много ересей в небесах. Мы по традиции произносим только потому, что привыкли так говорить. А в Библии этого нет. И особенно в сфере благовестия. Четыре духовных закона. Понимаете? Ну, хороший буклет для западной культуры, где, во-первых, люди более-менее, каждый знаком с Библией. В принципе. А во-вторых, есть понимание, что такое закон, то есть понимание того, что такое закон, немножко отличается от нашего. Потому что понятие закон там, это как правило. Я не говорю, что там все соблюдают законы все эти действия. Но само понимание закона, закон это то, как правильно. То есть, если мы хотим поступить, задача, как поступить? Чтобы все было правильно. У нас культура восточная. У нас больше нужно поступить так, чтобы все остались довольны. Ну, вот. И понимание закона, если у нас, если там закон, вы знаете, у нас как-то приехал миссионер, и это было начало 90-х годов, везде, значит, шаром покатило в всех магазинах, а мы тогда как раз детский лагерь решили проводить. И он был, значит, единственный человек, у которого была машина в церкви. Вот. И нужно было закупить хлеб, и было единственное только место, куда можно поехать купить хлеб. И, но там нельзя парковаться. И, значит, подъезжаем туда, центр города, куча машин запаркованных стоит, все нормально. Вот. Милиционеры отвинчивают эти номера неправильно запаркованных машин, что тоже для американцев, он в шоке. так же. Потому что, если он бумажку со штрафом положит, он ее выбросит, и все. А так, он знает, что такое искупление на своей шкуре, ему нужно пойти и искупить свой номер. Вот. Буквально в смысле этого слова. Вот. Говорю, вот здесь останавливайся, он говорит, я не могу, тут запрещено, знак висеть. Я ему говорю, что, ну, вот видишь, эти два милиционера снимают номера, вот прямо возле них остановись. Ну, хорошо, ты местный, ты знаешь, остановись. Я говорю, ребята, можно мы машину оставим на 5 минут, нам хлеба надо купить для детского лагеря. Ну, хорошо. Что? Полицейский разрешил тебе нарушить закон? Нет, говорю, мы не нарушаем закон, он здесь закон. То есть, он отвечает за то, чтобы здесь было там безопасно, прочее, прочее, прочее. Я к нему подошел, он дал разрешение, я тебе взял ответственность на себя. Вот, он еще заодно за нашей машиной присмотрит, что-то там не украдочек. Вот, мы пошли, купили хлеб. То есть, понимаете, если западное понимание закон, это как правильно, у нас закон, это кто-то такой. И люди, которые сдают законы, допустим, как ездить по дорогам, мы знаем, как они сами ездят. Вот, потому что они и есть закон. То есть, у нас более восточное понимание к этому. И когда, вот этот буклет 4 духовных закона, он уже, уже само название смыслом не имеет. Понимаете? Потому что человек, ну, закон это там, дума сегодня издала один закон, завтра решила и издала другу. противоположный закон. То есть, закон это кто-то, закон это какое-то решение. То есть, плохой или нет, то есть, буклет-то смысл имеет, только его нужно сделать нормально, то есть, это там 4 духовных принципа. это раз. Во-вторых, начинается с чего? Там, человек и прочее. То есть, это для людей, которые уже вот здесь находятся, это смысл имеет. Для людей, которые здесь, это все равно безумие. То есть, буклет-то правильный, только нужно один буклет для людей здесь, один для людей здесь, один для людей здесь. И вот, и все они должны быть абсолютно разные. Потому что, там должно быть то, о чем этот человек может услышать, о чем он состояние услышать, до какого уровня его почвы подготовлено, что дальше можно делать. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com «Молитва и финансами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok